Салют подписчикам канала Atom.seo и случайным зрителям этого видео. Как вы знаете, все новые смартфоны Xiaomi, которые в этом году выпускаются, продаются с долгожданной всеми владельцами смартфонов Xiaomi прошивкой MIUI 13. Ко мне на обзор попали противоречивые новинки из самой популярной народной серии Redmi Note. Я говорю про Redmi Note 11S, на которой я снимал полноценный обзор. И вот буквально на днях мне прислали вот эту вот самую крутую версию Redmi Note 11 Pro 5G. Я скоро сниму на него обзор. Кто хочет от меня посмотреть обзор, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Кто подписан, ставьте колокольчик, друзья. Но сегодня вот этот вот смартфон, вот так вот он, кстати говоря, выглядит сзади, кому интересно. И, короче говоря, вот этот смартфончик в сегодняшнем ролике будет фигурировать по косвенным причинам. У него, как я и говорил ранее, уже из коробки установлена глобальная версия MIUI 13. Это версия 13.02. И вот этот смартфон, ребят, по сегменту вхож в средний бюджет. Так же, как и Poco X3 Pro, который вот тут вот справа от него находится. На котором пока еще установлена прошивка MIUI 1255. Но, тем не менее, оба вот этих смартфона, они работают уже сейчас на 11-м андроиде. То есть, оболочки по версии отличаются, но построены они обе на одном и том же 11-м андроиде. Я уже делал обзор глобальной MIUI 13 на Redmi Note 11S. Я надеюсь, вы этот ролик смотрели. Кто не видел, вот по этой вот рекомендации можете пройти посмотреть. В MIUI 13 много, судя по информации из презентации, различных внутренних изменений и различных оптимизаций. Это ее, в принципе, отличает от MIUI 12.5. Но вот в рамках этого видео мне лично интересно было сравнить лоб в лоб настройки из MIUI 12.5 и настройки из MIUI 13. И, друзья, скажу вам, что есть ряд полезных изменений в этих настройках. Производитель добавил в MIUI 13 несколько новых долгожданных фишек. И я уже пробежался по настройкам Poco X3 Pro и Redmi Note 11 Pro, пока готовил это видео. И все отличия, все изменения отметил в блокнот, чтобы более внятно вам как-то об этих изменениях рассказать. Понятно, что, в принципе, телефоны эти разные и какие-то характеристики в настройках могут отличаться. Поэтому я не буду касаться каких-то отличий. Таких, например, как возможность включить активный экран блокировки, то есть Always-On Display в Redmi Note. А в Poco X3 Pro, естественно, вот этой настройки просто нет из-за того, что у него IPS-матрица. Вот такие вот подобные вещи я касаться не буду. Я чисто пройду по настройкам, изменения которых с большей долей вероятности коснутся любого смартфона Xiaomi с переходом на 13-ю версию MIUI. Но прежде чем начать, я напомню, что я создал в Телеграме канал, который называется «Необычная с Алиэкспресс». В этом канале каждый час публикуются самые необычные и полезные находки с Алиэкспресс с ссылкой на покупку. И если вы любите лазить на Алиэкспресс в поисках чего-нибудь интересного, то вот этот канал, ребят, как раз для вас. Ну и плюс я публикую там актуальные купоны и промокоды, чтобы вы могли еще больше сэкономить на покупках. Ну и все видосы с YouTube-канала я тоже туда дублирую. Ищите в поиске Телеграма «Канал необычная с Алиэкспресс» или проходите по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Итак, друзья, наверное, стоит начать не с основных настроек, а с рабочих столов. Если палец задержать, вот так вот на рабочем столе, то мы попадем в настройки рабочего стола. И вот тут внизу появятся такие вот значки. И тут мы как раз видим первое отличие. В MIUI 13 внешний вид значков слегка изменился. То есть, как мы помним, в анонсах был большой уклон на виджеты, поэтому кнопка с виджетами в MIUI 13 выделена самой крупной кнопкой. Ну и можно сказать, она тут является как бы основной. Хотя на данный момент, если мы в эти самые виджеты пройдем, то, как видите, виджеты, короче говоря, особо-то не изменились. Но пока смартфоны еще работают на 11 версии Android с переходом на 12 версию, возможно, виджеты изменятся, потому что в 12 андроиде интерфейс самого андроида значительно переработан. И уклон в интерфейсе 12 андроида как раз-таки идет также на виджеты. Далее я напомню, что нам обещали изменения центра управления, то есть шторки. Ползунки должны были сделать вертикальными и добавить еще один ползунок с регулировкой громкости звука. Но пока, как видите, ничего не изменилось. Идентичные совершенно центры управления. Давайте вот из них сразу перейдем в общие настройки смартфонов. И как раз я покажу вам все крупные изменения, которые мне удалось тут найти. Я не буду заходить в каждую из этих настроек, чтобы не затягивать видео. Я буду заходить только в те настройки, в которых я нашел изменения. И первое из таких настроек – это раздел «Экран». Тут, смотрите, друзья, мы можем выбрать светлый режим или темный режим. То есть это темы оформления общие. И тут первое изменение, смотрите. В MIUI 13 убрали возможность настроить параметры темного режима. А штука-то тем временем очень полезная. Потому что в параметрах темного режима мы можем адаптировать обои под темный режим, включить автонастройку шрифтов и фона. И самое интересное, что мы можем для отдельных приложений также включить темный режим. Именно для тех приложений, которые темный режим ранее по умолчанию не поддерживали. Например, вот Алиэкспресс приложение, я знаю, что темный режим не поддерживает. Когда телефон весь полностью переходит в темную тему, ты заходишь в приложение Алиэкспресс, ну или в любое другое приложение, которое не поддерживает темную тему, и оно в темное время суток, например, загорается белым фоном, что как-то не очень приятно для глаз получается. А вот тут вот в этих настройках как раз параметров темного режима мы можем включить, например, темный режим, и для того приложения, которое темный режим с софтовой стороны вопроса не поддерживает. А в Mi A13 почему-то вот эту вот функцию убрали. Вот, следующая фишка, которая изменилась в настройках, это, ребят, давайте пройдем в раздел «Звуки и вибрации», и вот тут, смотрите, очень полезную добавили сюда функцию. Мы тут можем настроить режим без звука, тут ничего не изменилось. Можем настроить режим «Не беспокоить», и вот далее, смотрите, у нас есть настройки вибрации. Обратите внимание, как выглядят настройки вибрации в Mi A12 5.5, и как скромно выглядят настройки вибрации в Mi A13. То есть из раздела «Вибрации» убрали вот этот вот пункт «Виброотклик». В «Двенашке» мы могли настроить интенсивность вибрации при виброотклике, а в Mi A13 эту функцию вынесли в отдельный раздел и назвали его «Тактильный отклик». То есть мы просто можем его включить или отключить, и настроить его можем теперь не выбором предустановленных, так скажем, пресетов «Слабый, средний, сильный», а более широкий диапазон настройки уровня тактильного отклика появляется. Эта функция не так интересна. Самое интересное, что сюда добавили, заходим в дополнительные настройки, и тут мы можем различные звуки системы либо включить, либо выключить. Так вот, многие писали, как выключить звук при подключении зарядного устройства. То есть тут мы можем выключить звук при наборе номера, звуки нажатия, ну и различные звуки, которые нам как-то мешали. А воспроизведения звука при подключении зарядного устройства тут не было. Теперь, смотрите, добавили сюда этот параметр. Мы можем выключить звук при подключении зарядного устройства. Это было многим необходимо. Разработчикам UI этот параметр добавили. Молодцы. Вот тут в этом плане очень полезное дополнение. Больше тут ничего интересного нет. Следующие изменения произошли в разделе «Пароли и безопасность». Тут вот так вот, если пройтись, то, смотрите, вот тут вот в этом разделе добавился новый пункт. В MIUI 12.5 была экстренная помощь и конфиденциальность. В тренажке добавили экстренные оповещения. Да, этот раздел в MIUI 12.5 находится в другом месте, но вот его добавили как раз в раздел настроек «Пароли и безопасность». В принципе, этот настройок можно отключить вообще. Мне кажется, для России она не особо-то актуальна. Далее, смотрите, как рассказывал в обзоре MIUI 13, в настройках кое-что тоже поменяли в общих. Раздел «Питание и производительность» в MIUI 13 теперь переименовали просто в раздел «Батарея», что, в принципе, является более логичным. И тут также ряд изменений есть. Я вам рассказывал уже в отдельном ролике о том, что появилась возможность выбрать режим работы смартфона, то есть экономный режим, как и было ранее, режим сбалансированный, и добавилась возможность еще выбрать производительный режим, при котором смартфон будет работать на полную катушку. Но при этом, естественно, заряд батареи будет он кушать намного больше. И в отдельном ролике я по всем этим режимам прошелся, показал, насколько меняется производительность смартфона при выборе того или иного режима. В общем, ролик получился довольно интересным, много просмотров набрал, друзья. Вот по рекомендации можете его также пройти посмотреть. Эта фишка из MIUI 13, она уже появилась в MIUI 12.5.5, и вот в MIUI 13 она визуально более доработана. То есть тут, смотрите, текст сливается. Тут сделали двухстрочное отображение, и получилось, что текст теперь друг на друга не налезает. В MIUI 13 также обещали добавить возможность посмотреть износ батареи без каких-то дополнительных приложений. Но, друзья, если мы проходим в раздел «Батарея», то, как видим, тут ничего не изменилось. То есть мы можем посмотреть, сколько за сегодняшний день мы раз заряжали телефон, и общую температуру батареи. Износ батареи пока что еще сюда не добавили. Далее, друзья, если зайти в расширенные настройки, то тут, в принципе, на первый взгляд кажется, что очень много всего поменяли. Но на самом деле тут, да, действительно, все переменили, но переменили все местами. Ничего нового не появилось, просто те же самые функции все поменяли местами и что-то даже убрали. То есть если вы будете искать, например, функцию «Безграничный экран», чтобы включить управление жестами, то тут ее в привычном разделе расширенных настроек нет. Тут есть функции жестов, но зайдя сюда, мы попадаем в совершенно другие жесты. Это те самые жесты для снимка экрана, запуска камеры, запуска фонарика, но это не жесты управления. Для жестов управления чуть-чуть ниже надо будет пройти, и тут система поможет вам найти функцию «Безграничный экран». А теперь давайте покажу вам еще одни большие изменения, которые я тут нашел. Они находятся в разделе «Особые возможности». Смотрите, что новинка добавили в MIUI 13. Во-первых, боковая панель. Это обещали разработчики, они это сделали. То есть при включении боковой панели у нас вот тут вот слева края экрана появляется такая полоска, при свайпе на которую открывается список приложений. То есть это боковая панель со всеми приложениями, которые вы можете сюда добавить или удалить отсюда. И все эти приложения из боковой панели, они открываются в плавающем окошке. Это достаточно удобно, если вы, например, смотрите видео какое-то или играете в игру, чтобы не заходить в отдельное приложение, вам нужно быстро что-то там посмотреть или где-то ответить в мессенджере, то открываем вот такую вот боковую панель и запускаем в плавающем окне приложение. И вы можете выбрать «Всегда показывать боковую панель» либо, тут разработчики продумали этот момент, показывать как раз его только в играх, либо показывать во время воспроизведения видео. И также мы расположение полосочки для вызова боковой панели можем изменить. То есть она у нас будет либо слева, либо справа. Как вам удобно. Вот. И следующая знакомая, в принципе, старожилом MIUI функция, всем, кто давно пользуется смартфонами Xiaomi, разработчики выпилили эту полезную фишку, но теперь вновь, спустя несколько обновлений, добавили. Называется эта функция «Простой режим». Она необходима для тех, кто со смартфонами на «Вы», для тех, у кого со зрением не очень хорошо. И «Простой режим» увеличивает значки, размер текста, ну и упрощает общий интерфейс смартфона. Смотрите, включаем «Простой режим» и смартфон превращается вот в такую вот более простую управление штуку, потому что вот так вот выглядит стандартный интерфейс MIUI, вот так вот выглядит, «Простой». Он, в принципе, по функционалу ничем не отличается, только вот, как и было сказано, тут более крупный шрифт и более крупные значки, их три в ряд, вместо четырех или там вместо пяти. И управление перешло не на жесты, а на вот такие вот кнопки. И смотрите, как выглядит меню настроек. То есть все вот в таком вот крупном шрифте, как раз чтобы глаза не напрягались, чтобы человек все спокойно видел. В принципе, это все, что мне удалось найти, друзья. Возможно, я что-то пропустил, но, как видите, некоторые настройки из MIUI 13 уже подтянулись в MIUI 12.5. Например, та же самая настройка батареи. Я о ней рассказывал в отдельном видосе и проводил тест производительности при выборе каждого из режимов. Кому интересно, заходите на канал, смотрите. Ну, а на сегодня у меня все, друзья. Если хотите, подписывайтесь на канал. Все интересные ссылки я также оставлю в описании под видео. Спасибо огромное вам за внимание. Всего вам доброго и до скорых встреч.